с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 4 октября семирный день животных этот праздник связан с именем святого франциска покровителя священных животных которого почитают преимущественно в католических странах в россии праздник отмечается с 2000 года по инициативе международного фонда защиты животных тем самым уделяется еще больше внимания в этом вопросе в россии сегодня день военно-космических сил установлен указом президента от 10 декабря 95 года также сегодня отмечается день гражданской обороны мчс россии но теперь о родившихся 1800 год в этот мир приходит михаил бестужев русский офицер и декабрист а в 1895 году рихард зорге он как известно предупредил москву о готовящемся германском нападении но сталин на доклад об этом ответил матерной руганью японцы арестовали зорге и сорок четвертом году казнили до 1964 а его заслугах в советском союзе никто не знал но в тот год никита хрущев совершенно случайно попал на закрытый просмотр кинофильма французского режиссера и в чемпи кто вы доктор зорге и был потрясен увиденным вызвав после просмотра руководителя разведки он адресовал им вопрос соответствует ли действительности факты изложенные в этом французском фильме и получив утвердительный ответ хрущев принимает решение присвоить зорге звание героя советского союза и страна наконец-то узнала имя одного из своих героев бастер китон родился в 1895 году псевдоним йозефа фрэнсиса американского комедийного актера и режиссера у него была своя фирменная черта в немом кино непроницаемое лицо в отличие от живого чаплинского бастер китон признан в америке седьмым по значимости режиссером всех времен у него две звезды на голливудской аллее славы за вклад в развитие киноиндустрии за вклад в развитие телевидения как актер он снялся 78 фильмах как режиссер актер работал 43 своих фильмах с уходом эры немого кино место для китона не нашлось бизнесмены от искусства забраковали его высокий голос и китон сломался потом долго и упорно пытался избавиться от алкоголизма но в мир нового звукового кино не вернулся в 1960 году получил оскар 1925 год день рождения марлена хуцеева российского кинорежиссера застава леча и юльский дочь был месяц май весна на заречной улице сценарист и педагог о событиях дня 1675 год знаменитый голландский физик христиан гюгенс патентуют карманные часы известность приходит гюгенсу когда он открывает кольца сатурна и спутника этой планеты титан его главным изобретением были маятниковые часы первый в истории точный прибор для измерения времени эти достижения принесли голландскому ученому большую славу сделали его европейской знаменитостью кстати тогда гюгенсу не было еще и 30 лет 1883 год из парижа впервые отправился в путь континентальный поезд восточный экспресс маршрут его пролегал через страсбург вену будапешт и заканчивался в бухаресте в 1906 году после постройки знаменитого симпланского туннеля восточный экспресс начинает совершать поездки до стамбула с появлением более дешевых авиалиний прибыль от экспресса стала падать и в 1977 его обслуживание казалось бы окончательно прекратилось однако благодаря предпринимателю и энтузиасту железных дорог джеймсу шерварду легендарный поезд обрел второе рождение в мае 82 года но уже как венецианский восточный экспресс он начинает курсировать из лондона и венецию ну а сам восточный экспресс как известно попал знаменитые литературные и кинематографические произведения и пожалуй самый известный из них восточный экспресс который принадлежит перу агаты крести 1937 год завершился полет советского дирижабля ссср в 6 оса авиахим который установил мировой рекорд продолжительности полета дирижабль на борту которого находилось 16 членов экипажа совершил беспосадочный перелет по кольцевому маршруту по стране проведя в воздухе 130 часов 27 минут 1964 монумент покорителем космоса открыт в москве на проспекте мира во знаменование достижений советского народа в освоении космического пространства как известно 4 октября 57 года мы запустили первый спутник главная часть монумента скульптора файдыша карандеевского облицованы титановыми панелями обелиск высотой 107 метров изображающий шлейф оставляемый за собой ракеты находящийся на вершине обелиска подножье монумента окружено грифтными фигурами людей ученых инженеров рабочих чьим трудом космические полеты стали реальностью перед монументом находится статуя основоположника космонавтики циолковского в цоколе монумента в 1981 году был открыт мемориальный музей космонавтики 1983 год в этот день англичанин ричард но был на своем реактивном автомобиле трасс 2 устанавливает в неваде официальный мировой рекорд скорости 1019 километров в час надо для сравнения крейсерская скорость пассажирского самолета аэробус а320 составляет лишь 900 километров в час не дотягивает мировому рекорду предшествовали 9 лет напряженной подготовки в борьбе за победу машина должна дважды пройти один и тот же отрезок длиной 1 и 6 десятых километра оба заезда должны состояться в течение 60 минут а скорость определяется как средняя из обеих попыток 1993 президент россии ельцин для осуществления своего указа о распуске верховного совета вводят бронетанковые войска в москву с 8 утра 4 октября бронетехника ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и пушек по зданию верховного совета где на верхних этажах начинается пожар отрядом специального назначения альфа и вымпел было приказано взять белый дом штурмом в 15.00 командиры обеих спецгрупп попытались договориться с руководителями верховного совета о мирной сдаче после 17 по договоренности с руководством страны начинается массовый выход оборонявшихся из верховного совета в сопровождении бойцов группы альфа произошло поражение парламентской стороны и ликвидация системы советов правивший страной с 1917 года с обеих сторон вооруженном конфликте погибает более 150 человек лидеры оппозиции русской хасбулатов макашов и другие арестованы отправлены в лефортовскую тюрьму картину применения танков и вертолета в центре москвы можно было наблюдать по центральному телевидению ну и последнее 4 октября 57 год прошлого века советском союзе запущен первый искусственный спутник земли начинается космическая эра тогда шел международный геофизический год и американцы задолго объявили что намерены запустить спутник блестящий инженер сергей королев всю жизнь мечтавший о космических полетах участник подготовки первой в россии ракеты сандера взлетевший в 1933 убедил цк партии что запуск спутника раньше американцев даст колоссальный пропагандистский эффект так и получилось конечно лавры присвоили себе партийные вожди хрущев даже сказал что социализм мол лучшая стартовая площадка для освоения космоса а имен королева воскресенского бармина пилюгина глушко рязанского кузнецова истинных создателей военной ракеты под шифром семерка с помощью которой запустили спутник никто не знал сам же спутник имел официальное обозначение ps то есть простейший спутник в нем были только два передатчика посылавший однотонный прерывистый сигнал но этот сигнал ловили тысячи приемников по всему миру и миллионы людей думали что ссср далеко обогнал америку и именно тогда человечество приблизило к себе космос а значит и мечта о новых цивилизациях продвинулась вперед и кто знает что нас ждет в космическом завтра с вами был николай пивненко в проекте дата